Алина, доброе утро. Доброе утро, Лиз. Скажи, пожалуйста, какая сейчас ситуация с вирусом в Норвегии и как тебе живётся в эти времена? Мне живётся вполне нормально в эти времена. Начну с конца. Ситуация в Норвегии, наверное, я думаю, для большинства людей она как-то улеглась в первые дни, когда Эрна Сольберг сделал своё заявление о закрытии Норвегии. Это премьер-министр Норвегии, да? Да, это премьер-министр. Конечно, у всех был шок, но люди привыкают по всему, то есть уже прошло две недели. Я даже не заметила, как они пришли, в каких-то опытах. Поначалу, конечно, было очень переживательно, но сейчас нефть ползёт вниз, то есть она на неё. Очень много людей, которые встали на учёт на бирже труда, уже счёт идёт на тысячи человек. Естественно, СМИ разводят панику, постоянно подсчитывают количество умерших, заразившихся, сколько людей сидит на карантине, вводят какие-то меры. Допустим, в Норвегии они очень любят расползаться по своим хитам. Это домики в горах. Естественно, они хотят прекратить эти путешествия, ввели гикие штрафы. То есть если человек едет в соседнюю коммуну или как в соседнюю область, то он может быть штрафован на 3000 евро. Я понимаю эти меры, потому что не все коммуны оснащены, не во всех коммунах есть больницы, и они не оснащены никакими спасательными средствами. То есть если туда приедет огромное количество человек на отдых, потому что, опять же, коммуна может иметь всего 6500 жителей, но иметь 4500 летних домиков. И, соответственно, в два раза больше народу сразу же автоматически становится, если все вдруг туда поедут. А в первые два дня, когда Эрна Сольбер как-то делала все, мы закрываем, очень многие мои коллеги сказали, а, ну что мы будем делать тогда? У меня дети, они будут дома, в школу не ходят, мы поедем в горы. Это естественное телодвижение. Норвежцев. Норвежцев, да, сразу же куда-то ехать в горы, на лыжи, на природу. Они это очень любят. Ну, на самом деле, много положительных вещей. То есть идет очень резкое развитие цифровых систем. То есть даются концерты по скайпу, они репетируют по скайпу, все обучение идет по скайпу, или по тимс. Это здорово, это здорово. Ну, Норвегия, она хорошо реагирует на все эти изменения. То есть идет уменьшение процентной ставки в банке, они выделяют деньги на помощь семьям. Например, мы не должны платить за садики и школы. Вообще мы не платим за садики и школы, но за продленку мы платим, кому не. И они решили, что эти... В общем, стараются поддержать экономическую... Да, стараются поддержать людей, это правда. То есть мы не будем платить за это, это здорово. Как оказалась Норвегия? Я никогда не думала, что я окажусь в Норвегии. В принципе, я никогда не думала, что я куда-то уеду за границу. У меня была очень спокойная, размеренная жизнь в пригороде Санкт-Петербурга, которая не предвещала никаких изменений радикальных в моей жизни. Но при этом моя мама была достаточно длинновидным человеком. Она считала, что независимо от каких обстоятельств, нужно учить иностранные языки. И нашла для меня сельскую учительницу, которая была в свое время переводчиком в одном из технических ленинградских бюро. Я с ней занималась английским. И когда после того, как я защитила диплом, в тот же самый год, в моем университете открыли так называемую норвежскую программу для инженеров. Я совершенно не знала, что мой университет на самом деле уже на тот момент достаточно долгое время сотрудничал с университетом в Будо. Но у них был обмен экономистами и менеджерами. И поэтому, будучи инженером со знанием английского языка, я решила все-таки пойти попробовать, смотреть, что из этого выйдет. Было много скепсиса. Я думаю, что у всех было достаточное количество скепсиса. При этом норвежцы были очень, мне кажется, удивлены. Им, наверное, казалось, что будут очереди инженеров, которые захотят уехать в Норвегию. Ну... А ты помнишь твои впечатления? Вот что ты чувствовала? Какой образ Норвегии у тебя тогда был в голове? Это какая-то красивая, богатая страна? Или... Да, красивая, богатая страна. Нет, вообще, на самом деле, никакого образа в Норвегии не было. И, конечно, я читала книги, и я знала немножко о культуре. И все-таки мы все знаем Эдварда Грика, да? Пергюнц. Мы знаем Бьерн Даллина и немножко о норвежской культуре викингов. Но представить норвежский образ жизни, каждодневный, вообще, как это все выглядит, на тот момент это было очень странно. Я не знаю, даже не гуглила ничего. Возможно ли было это в 2001 году? Было ли там достаточно знаменика? Ну, я как-то, я не знаю, как-то это все было и сюрреалистично, и нереалистично. Казалось, ну, пришли сначала, пошли на... Пришли тест, причем интеллектуальный. Потом было интервью. Потом объявили, что да, взяли на курсы, потому что мы сначала полгода учились. У нас было ведение в подводной технологии. И учились мы в России с русскими преподавателями. То есть на базе университета, я не упомянула какого, Балтийского технического университета Санкт-Петербурга, бывшего ИМЕХ. Были организованы курсы. Мы там учились, и как-то... Ну, было хорошо. У нас была группа из 12-13 человек, все, фестеральных факультетов. Но я не знаю, у меня не было ощущения, что это действительно станет реальностью. И план был уехать на год-два, получить опыт. Это же здорово, это же интересно. И потом вернуться, конечно. Я думаю, что у большинства были те же самые мысли, что это... Это ненадолго, это такое временное что-то. Ну, как говорят китайцы, да, китайская народная модель, что нет ничего более постоянного, чем временное. Вот это временное для меня превратилось уже в 14 лет жизни в Норвегии. Скажите, чем ты занимаешься профессионально? Так как я уехала работать, я сразу же получила контракт после этого полугодового обучения. Я была взята в фирму, которая называлась СРЖ. Сейчас она не существует. Как структурный инженер или инженер-расчетчик. В принципе, моя специальность — сопромат, если сказать простым языком, сопротивление материалов. Но в машинной индустрии. Там, в этой фирме, которая являлась, в принципе, судовладельческой, мне пришлось немножечко переквалифицироваться в сторону немножко строительного инженера, то есть научиться считать стальные конструкции, сварку, чего у меня не было в университете. И, соответственно, владеть разными другими неизвестными вещами, наверное, которые нигде, в принципе, не изучаются. Например, как R-A-V. Ремонт-рэйт-викл-эст, да, роботизированная система. Понять, как производятся подводные операции, потому что известное дело в Норвегии, вся нефь находится на шельфе. Ее добывают под водой. Освоят какие-то marine operations, то есть морские операции. Это все очень специфично. Это не везде в мире существует. И Норвегия в свое время была перед веком, скажем, развития этой индустрии. Да. И как тебе было оказаться подводной... Ну, заниматься подводными не исследованиями, но в свободной шторы? Подводной среды. Ну, это было, конечно, очень интересно. Это до сих пор очень интересно. Я посмотрела и получила доступ к огромному количеству информации через, в первую очередь, вот в своей первой фирме там была организована замечательная программа для новичков, для graduate engineers. И было очень тоже классное вообще введение в индустрию. То есть мы получили... Нас возили на разные суда, мы смотрели, как укладываются трубы, как устанавливаются разные структуры. Потому что известно и дело, что в Норвегии на шельфе построено огромное количество платформ, да, но последние десятилетия их достаточно дорого строить, и вообще это неприбыльное дело. Поэтому добыча нефти производится подводным. Самый яркий проект, над которым ты работаешь? Самый яркий проект, это ты меня... Я намекаю на то, что известное кораблекрушение. Потому что у меня на самом деле много ярких проектов было. Например, в разных фирмах разные проекты. Например, я... Это как в дополнение. Как структурный инженер я участвовала в независимом анализе. Living, это называется Living Quarter. Это жилого отсека и вертолетной площадки. Такой замечательной платформы, которая называется Остаханстан. Вот. Это вот на самом деле моя гордость в какой-то степени, потому что это очень большой полурасчетный проект. Вот. А как проектный инженер в моей небольшой фирме, в которой работаю, которая занимается роботизированными системами, и я не скажу, что я совсем участвую в этом проекте, но я просто могу тебе рассказать об этом проекте. Он назывался Black Sea Mapping, и он шел совместно с несколькими университетами. Британским университетом в Салф-Хэмптоне. Сейчас... Ты знаешь, я сделала записи, чтобы не быть голословной, потому что их было несколько. Я работала с Болгарским центром подводной археологии и с университетом в Швеции, университет Седвертона, и еще с университетом в США, который в Коннектикуте. И моя фирма совместно с другой шведской фирмой, которая называется ММТ, они поучаствовали в этом исследовании, предоставив техническую базу, в частности, два корабля, Стрел-Экспрорер и Хавилла Сапси. Этот проект проходил в 2016-2017 годах. Основной цель этого проекта было сделать карту ландшафтную. Черного моря, да? Да. Как эта часть? Болгарского шельфа? Болгарского шельфа. Болгарского шельфа. Потому что Черное море, как и Балтийское море, оно имеет свои особенности. Там, я так понимаю, очень мало кислорода, и поэтому органические материалы, они очень хорошо сохраняются. Поэтому вот этот университет, Саухемптонский, он очень заинтересован в том, чтобы изучать останки различных судов. И Черное море, оно все-таки, было естественно, что оно должно быть более богатым на вот эти корабли, которые когда-то затонули, потому что там больше было торговых путей, в отличие от всех остальных морей, просто исторически. И я так понимаю, что уровень Черного моря, он также поднялся, расширился, и те части суши, которые были суши 2000 лет назад, сейчас они, естественно, затоплены. И вот эти вот части в основном они хотели. Они хотели изучить бывшую сушу, посмотреть, но заодно и посмотреть, наверное, что-то вокруг. Я так понимаю, как я сказала, я не участвовала в этом, потому что фирма пришла только в 2017 году, но я знаю о результатах. Было исследовано 2600 километров. Квадратных? Нет, не квадратных, протяженность. Другое дело, как они это делали, скорее всего, они проходили это такими линиями, потому что корабль, скорее всего, считается, скорее всего, точно тебе говорю, оно считается как бы по длине. То есть рассчитывается траектории, корабль идет с AeroVip, а это траектории сканирует. А ты мне в частной беседе тоже рассказывала про Титаник. Да, про Титаник. В мою компанию пришел запрос от одной фирмы на техническое участие в их проекте. Это достаточно интересная фирма. Она предоставляет или организует различные экспедиции к удаленным уголкам планеты, которые находятся под водой. Компания называется Ocean Gate Expeditions. Во время работы с этим тендером я узнала, что на самом деле достаточно много, или нет, по крайней мере, одна. Много-много. Много рейсов было совершено, много дайвов было совершено к Титанику порядка 10-15 лет назад. Сейчас я не могу вспомнить, что за компания была в тот раз, но люди этим занимались и раньше. И вот сейчас как-то опять это всплыло в этой компании Ocean Gate. Они предоставляют батискафы. И интересно, что они хотят комбинировать экспедицию. То есть реальные ученые будут опускаться на дно моря вместе. Вот это очень интересно. Туристы? Туристы, но у них называется это не туристы, а называется Mission Specialists. И вот этот, когда я изучала вот это все, что они хотят от нас, и что они вообще предлагают, и чем они занимаются, это было очень интересно. Потому что на самом деле, это они приглашают просто людей с большим количеством денег, потому что этот тур стоит порядка 100 тысяч долларов. В чем заключался тендер? Тендер заключался в том, что мы предлагаем корабль, соответственно, с крю, с экипажем, и с, это называется, это называется спасательное судно. На некоторых кораблях есть еще такое небольшое судно, которое они везут с собой, да, оно спасательное, то есть его можно опустить на воду, как небольшой катерок, грубо говоря. И вот этим катерком они хотели тралить свой батискав туда-куда-то на середину, и потом опускать его на тросах. И вот мы должны были предоставить именно техническую часть, то есть вот людей, которые будут оперировать этот катерок, людей, которые будут оперировать эрови, мало ли что случится, как говорится, мы можем с помощью эрови их, может быть, достать, я не знаю, что-то помочь. Вот. В основном это. То есть... И обеспечивает транзит этих людей. То есть приходит наш корабль, не фанат, забирает их людей, идет на локацию, туда, где Титаник затоплен, и как бы организационную часть обеспечивает. Алина, удачи тебе! Счастливо! До свидания! Пока!